МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах сегодня. Первые на Кавказе контейнеры для раздельного сбора мусора установлены в столице Дагестана. Акция «Волонтеры знаний» набирает обороты. На безвозмездной основе началась подготовка детей из малообеспеченных семей к сдаче ЕГЭ. Вместо закрытия штраф за многочисленные нарушения в работе городской больницы в дагестанских огнях стационар отделался штрафом. 27 тысяч онкобольных зарегистрировано в Дагестане. Победить страшный диагноз призван помочь новый онкоцентр, который вскоре откроется в республике. Раздельный сбор мусора теперь становится реальностью. Администрация Ленинского района совместно с региональным оператором по обращению с отходами разместили баки нового формата во дворе дома по улице Шамиля, 55. Предварительно залили бетонные основания, засыпали дорогу, обеспечили освещение площадки. Сортировка мусора позволяет избежать смешения разных видов отходов и загрязнения окружающей среды. Подобная практика также дарит мусору вторую жизнь после его переработки для вторичного использования. Мы как раз уверяли жителей этих домов, что буквально в ближайшее время мы построим здесь новый формат контейнерную площадку для раздельного сбора ТКО. Вот то, что мы сказали, мы это общими усилиями сделали. Здесь есть представитель и управляющий компанией УК «Лидер», который занимается региональным оператором в Республике Дагестан, в данном случае Ленинском районе. Я надеюсь, что жителям понравится то, что мы сделали. И мы все вместе телевизорно будем собирать мусор в ТКО раздельным способом, как полагается в Европе. Организован субботник. Вместо закрытия – штраф. Такое решение вынесут в отношении центральной больницы в дагестанских огнях. Сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения в работе клиники. Но антисанитария, дефекты внутренней отделки помещений и отсутствие самого необходимого инвентаря не стали веским поводом для прекращения работы медучреждения. В ходе рассмотрения материалов дела суд избрал наиболее щадящую меру наказания. Это штраф в размере 20 тысяч рублей. Более 27 тысяч жителей Дагестана состоят сегодня на учете у онколога в республике. Об этом сообщил главврач республиканского онкологического диспансера Владимир Брежнев. Цифры пугающие, но несмотря на рост показателей заболеваемости, растет и количество вылеченных пациентов, причем даже тяжелых, и они после медицинской помощи живут еще не один год. Также чаще удается выявлять страшную болезнь на ранних стадиях, что положительно сказывается на медицинском прогнозе для каждого нового пациента и дает шанс на полное выздоровление. Отметим, что в скором времени в Дагестане при онкологическом диспансере заработает и современная поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в смену. Также откроется стационар на 40 коек. Деньги на строительство и закупку медицинской техники были выделены из федерального центра после обращения главы региона Владимира Васильева. В Дагестане начал активную работу проект «Волонтеры знаний. Бесплатно помочь детям из малообеспеченных семей сдать ЕГЭ» решились преподаватели из Дагестанского педагогического университета. О том, как прошел первый благотворительный урок, в сюжете Карина Баталовой. Частные репетиторы нынче удовольствия не из дешевых, особенно для малообеспеченной семьи, где каждая копейка на счету. Именно поэтому преподаватели ДГПУ решили поделиться своими знаниями с теми, кто в этом действительно нуждается. В классе пока находятся 10 человек. Отбирали претендентов через благотворительный фонд «Инсан». Но на этом организаторы не намерены останавливаться. Сейчас мы запросили в Министерстве труда и соцразвития списки учащихся, которым тоже нуждаются в дополнительном обучении. Их уже насчитывается более 100 человек. Это не только в Махачкале, это в разных городах. Так что работа только начинается. Первый урок идет довольно тихо. Будущие выпускники проходят тестирование. Для того, чтобы в дальнейшем обучать детей, педагогам необходимо оценить их уровень знаний. Далее ребят разделят на две группы по пять человек, где преподаватели будут заниматься с детьми на безвозмездной основе. Мы всегда рады, когда к нам приходят дети, подготовленные с определенной базой. И, естественно, мы горячо болеем за будущее нашего поколения и готовы, рады помочь всем, чем мы можем. Естественно, мы хотим, чтобы дети, даже несмотря на то, что они будут поступать, возможно, не в наш ВУЗ, чтобы они набрали хорошие баллы и прошли в тот ВУЗ, в который они намерены поступать. Помимо ДКПУ, сейчас к проекту просоединился и Дагестанский государственный медицинский университет. Ведь часть этих выпускников намерена связать свою жизнь с медициной. А это значит, что им нужно сдавать химию и биологию. Результаты тестирования напрямую будут влиять на будущее этих детей. Поэтому к этому делу относятся со всей серьезностью. Карина Баталова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Новости 24, Махачкала. Сегодня в Махачкале завершился Республиканский молодежный форум. Молодые люди получили возможность довести задуманное от идеи до воплощения. Более 300 студентов и школьников на протяжении двух дней под руководством федеральных экспертов учились создавать социальные проекты, направленные на улучшение жизни дагестанцев. Цель нашего проекта – снизить уровень конфликтов в семьях Республики Дагестан. И для этого мы хотим провести тренинги, организовать для родителей и детей, где они будут меняться ролями. Организатором форума выступил грантовый отдел Примуфтияти Дагестана. До начала защиты командных проектов перед участниками выступил министр молодежи республики. Сегодня грамотный проект, написанный правильно. По актуальной теме имеет все возможности получить финансирование, получить грант. Но это сегодня уже все понимают, потому что все видят, что все видят то огромное количество проектов, которые сегодня реализовываются молодежью. По итогам форума были выбраны победители, которые представили лучшие проекты. Они были награждены памятными дипломами. А с подборкой событий из разных сфер жизни Республики вас познакомит Хадижа Курбанова. Чиновник администрации Новолагского района привлекли к ответственности за незаконные свалки. В окрестностях сел Новолагска и Чапаева выявлены неликвидированные крупные стихийные свалки, расположенные вдоль автомобильной дороги и реки Яраксу. Начальник управления местными дорогами привлечен к административной ответственности. Студенты медколледжа Дербента провели акцию ко дню онкобольного ребенка. Волонтеры раздавали листовки о формах рака и его лечения. Жителям города рассказали об условиях, при которых рак можно излечить. Это ранняя диагностика, использование современных методов лечения и, конечно же, любовь и забота родных и близких. Яндекс займется детьми Дагестана. В республике будут запущены образовательные проекты на площадке интернет-ресурса. Один из них – Яндекс.Лицея. Это, по сути, сеть с центров дополнительного образования для обучения программированию школьников старшей школы. Второй – Яндекс.Учебник. Это сервис для учителей, которым предоставляется возможность использования специально созданного контента на основании федеральных образовательных стандартов. Свыше полутора тысячи медалей завоевали дагестанские спортсмены в 2018 году. Так, выступая на чемпионатах и первенствах мира, дагестанские спортсмены завоевали 49 медалей. 26 из них – золотых, 12 – серебряных и 11 – бронзовых. Выступая на чемпионатах и первенствах Европы по олимпийским, паралимпийским, суртолимпийским и неолимпийским видам спорта – 66 медалей. Кроме этого, в основной и резервной составы сборных команд России были включены 330 дагестанских спортсменов. Это были новости субботнего дня. Удачных вам выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова